Всем привет! Я Катя Иванова и добро пожаловать в мою новую серию влогов про поездку в Краснодар. Также хочу вам с радостью сообщить, что с этой первой части начинается некая неделя влогов на моем канале. Каждый день в течение следующих пяти дней будет выходить новое видео на моем канале ровно в 17.00 по Москве. И сейчас вы увидите, как я только прилетела и что произошло со мной в самые первые дни. Приятного вам просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Это уже мой третий день в Краснодаре. В предыдущие дни мы занимались всякими делами, поэтому снимать особо было нечего. Сегодня у нас 30 градусов и мы едем гулять в парке с мамой. Сейчас для сравнения у нас в Санкт-Петербурге, вот у меня друзья пишут, у них там плюс 5, 10 градусов. У меня 30 с утра, я не знаю, что делать. Солнце! Очки здесь это must have просто. Если бы я жила в Краснодаре, у меня был бы, наверное, отдельный гардероб с очками, потому что я сейчас буду ходить как китаец. Я ничего не вижу. Извините, если не очень хорошо слышно, потому что сегодня, слава богу, ветер. Слава богу, потому что если бы не было ветра, я не знаю, насколько бы мне было жарко. Давайте я вам немножко расскажу саму ситуацию, что я здесь делаю, что я буду делать и вообще почему. В Краснодаре у меня живет бабушка, я к ней периодически переезжаю в гости. И вот мы с мамой к ней решили приехать в такое замечательное время, довольно-таки теплое. В прошлый раз я здесь была в 2013, это 2 года назад, в ноябре, и уже тогда я просто поразилась, какая здесь обалденная погода. Так что я здесь в гостях у бабушки, помогаю ей, моей маме. Еще у меня здесь будет встреча с подписчиками, она состоится уже буквально через 3, по-моему, дня. И я переживаю, потому что я даже не представляю, сколько человек может туда прийти. Надеюсь, хоть кто-нибудь придет. Но я очень рада, что я здесь устроила встречу, честно, для меня каждая встреча, ну, она бы была один раз, правда, но да ладно. Это такие впечатления, такие эмоции, я всегда так счастлива, честно, как вспомню нашу с вами встречу в прошлом году в Питере, это просто. В общем, такая ситуация, и enjoy этот влог. Дорогие друзья, мы сейчас поедем на паровозик. Еще в какой сейфе даже не знаю. Повоз тронулся, стартуем. Чуваки оценили мой транспорт. Мне кажется, я хочу сюда. Ну, погнали. Боюсь GoPro уронить. Субтитры сделал DimaTorzok Отличный парк, честно. Очень важно, когда в таком городе, когда, в принципе, ты можешь находиться большую часть своего времени на улице, есть место, где вот так вот можно хорошо провести время. Вот так, сейчас будет немножечко экстрима. Ну, я не знаю, идти мне дальше и нет. А, нет, тут в порядке, можно идти. Батюшки, встаю! Красиво, я бы тут посидела. Так, теперь дорога обратно. Нужно очень тихонько. Так. Нет, нормально. Очень классное место. Если вы живете в Краснодаре и можете прийти сюда, то приходите... Yes! Приходите, фотографируйте здесь и присылайте мне фотографию. Хотя нет, вдруг кто-нибудь пойдет из-за меня. Сейчас потихоньку домой поедем. Правда, проблема в том, что мы не понимаем, как там ехать. Очень хороший день и сейчас погода, наверное, самая приятная. В принципе, до сих пор мне в шортах, в футболке не холодно. Хотя сейчас где-то 8 вечера. Так что вот такой вот май в Краснодаре. Четвертый день в Краснодаре. Становится все жарче. Я уже боюсь, как я тут буду дальше жить. И сейчас мы с вами идем в магазин выбирать средства, какое-то масло для тела, потому что я уже загорела. Я сейчас буквально просто до 15 минут вышла посидеть на скамеечке около дома. У меня уже там следы такие, шорты. Извините, если сейчас ветер все такое. Вот такой вот у нас райончик. Это новый район и называется он Молодежный вроде бы. К сожалению, находится достаточно далеко от города. Мы идем сюда. Так, игрушки мне пока не надо. Пока все так нормально. Так, ну все, средства купили. Сейчас пойдем, затестим. Почилим упадика на скамейке. Загораем. Ребята, честно, вот жить в таком пекле, но для меня сейчас это пекло. Все остальные люди тут ходят в джинсах, в куртках. Я не знаю, это очень сложно тут жить, когда у тебя рядом нет водоема, куда ты можешь окунуться, потому что у меня, например, кожа, она уже начинает так сохнуть, она уже такая сухая, что мне кажется, она сейчас треснет. Это очень неприятно. Что там? Я! Сейчас загуляли куда-то с мамой в квитаринок. Наслаждаюсь. Выбираем фруктики. Больше всего люблю нектарины и абрикосы. И ягодки. А вот покушать кого-то около дома растешь. Мама говорит, черешни, наверное. Крошечки. Крошечки. У-у-у. Ты тут маленький такой спешной. Ой. Ты что ругаешься? Так, ладно, всего лучше не трогать. Вот и правда, уж лучше не гладить таких. Ну, хоть и очень милых, прикольных щеночков, но, блин, обнадеживать их тоже нехорошо. Они вот сейчас не могут от нас встать, думать, что мы их либо возьмем, либо покормим. Обидно очень. Все, сейчас подходим к дому. Пойдем немножко отдохнем, потому что, я не знаю, я весь день хожу. Я раз шесть все туда-обратно ходила в магазин. Вот таким получился первый влог из шести. Чтобы не пропустить следующие, не забудьте подписаться на канал. Также ставьте свои пальцы вверх и оставляйте комментарии. Увидимся уже завтра в новом влоге. Всем отличного настроения. Пока.